Слава Господу! Слово на сегодня. Это Римлянам 1 глава 2-4 стихи. Вместе прочитаем. Это Евангелие, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашим. Аминь. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. И давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог нам дал в наследие. Слава Богу! Что мы можем предстать пред Богом на этом богослужении и также наслаждаться силой Евангелия и восстановить эту силу Евангелия. И случай был интересный, так и один. В Корее на корейском языке, когда... Так как в основном это все-таки исходит больше, связано с... Можно сказать, корейский язык, уже как слова сейчас современные. Это король Сэджон. Он сделал алфавит, но до этого они использовали как китайские иероглифы. И поэтому иногда получается одинаковое созвучие, и можно немножко неправильно понять. В зависимости от того, какое содержание ты имеешь внутри себя, то ты можешь неправильно понимать. И вот ребенок один, у него задание было написать пять океанов и шесть континентов. И на корейском это звучит как «тэйянг» и «тэйчук». Континент — это «тэйчук». Но это очень схоже... «тэйянг» — это было схоже с тем, что как известные большие фамилии семейной линии в Корее. Поэтому ребенок написал в домашнем задании «Ким», «Ли», «Чэ», «Пак» и «Ан». И в отношении шести континентов он подумал, что это как шесть напитков, алкогольных напитков. Поэтому в корейском языке есть, например, есть «мэкчу», есть «соджу», есть «по-до-джу». То есть это как бы разные такие алкогольные напитки. Поэтому ребенок этот написал так вот. Но он не знал, что еще может быть, поэтому написал просто «макхали». Поэтому учительница, конечно же, наругала, как бы что-то такое написала. И когда, придя домой, то отец по-другому прочитал, что неправильно написал, и оценка тогда плохая, и сказал «Ах, что ж ты написал?» Какой же «макхали», надо же «джу». Поэтому тут есть «такчу». Это надо было написать. То есть еще один раз гуглиный напиток. То есть хоть это такая шутка, но это не шутка, но такое случалось уже. То есть все зависит от того, что внутри содержания. Потому что даже отец увидел ребенка этого, он слишком был уверен в чем-то том, что вообще абсолютно неправильно, поэтому как итог вообще в совершенно другом направлении пошел. Поэтому люди в отношении Евангелия, тоже смотрите, в зависимости от того, какое содержание внутри есть у нас, судят. И о Евангелии тоже основываясь на своем уровне, обстоятельствах. И что мы можем видеть в отношении верующих людей даже, которые ходят в церковь? Посмотрите, вот, когда мы на местах действия, о чем говорят вообще неверующие люди в отношении христиан? Почему они не хотят идти в церковь иногда? Потому что они говорят, что верующие люди, которые верят в Иисуса, это те люди, которые даже если они тонут, их рты не утонут, рты останутся на поверхности воды. Ну, это такая как поговорка, не знаю, правильно сказать это, в корресе Миске есть, что это означает, что они верующие, как о верующих в Иисуса людях говорят, что они много слишком разговаривают, и при этом ничего не делают, то есть не берут ответственность за свою жизнь, просто говорят, говорят, говорят. И особенность тоже такая, другая особенность людей, которые посещают церковь, которые приходят в церковь, мы видим, они как бы утомлены, утомленные такие. Почему утомленные? Они идут в церковь, и уже с мыслями о том, что все равно их проблемы решены не будут, и молитвы не будут отвечены, и просто не хотя, но все равно идут в церковь. Почему так с верующими людьми тоже случается? Потому что они тоже упускают основу, они упускают то, что является случаем. И неверующие даже люди, которые даже не так прям негативно смотрят на, например, верующих, или на церковь, или на христианство, они просто видят Иисуса Христа как одного из великих таких святых. Поэтому, если упустить суть Евангелия, то, конечно же, упускается все. Поэтому просто человек может даже жить, ходя в церковь, но все равно держаться каких-то таких человеческих стандартов и все остальное. Поэтому очень важно, чтобы мы не упускали суть. Потому что если упустить суть Евангелия, то упускается и спасение. И человек не может наслаждаться и жить жизнью веры по-настоящему. Если постоянно входить, интересоваться всем тем, что не является сутью, то в итоге в жизни все равно будет пустота. Поэтому, прежде всего, нам нужно искать того, что действительно является Царством Божиим. Поэтому сказано в Матфея 6, глава 33 стих, «Ищите прежде Царство Божие, и все остальные вещи, они вам приложатся». Поэтому нам нужно не беспокоиться и не думать о том, и не интересоваться теми вещами, которые не являются сутью. Потому что если просто всем этим интересоваться, это все поверхностные вещи, не фундаментальные. И это просто как оболочка. И поэтому мы, следуя словам людей, мы будем волей-неволей становиться просто как выполнять то, что действительно угодно не Богу, а то, что желает дьявол. Потому что если мы не будем держаться за то, что является сутью, то в итоге все остальное, что не является сутью, это то, что мирское, и то, что дьявол использует для того, чтобы людей еще дальше уводить от Бога. Если мы с вами также держимся не за суть, и концентрируемся, ищем не того, что является действительно настоящей сутью, то что получается? То мы, получается, держимся не за то, что является Божьим, не то, в чем Божье желание, не то, в чем Божий план находится. А если это не то, что в чем Божье желание, Божий план, то это что-то людское, или то, что за чем стоит, то, за чем на фоне стоит дьявол и его желание. Поэтому, конечно, в церкви, или вообще даже помогать кому-то, служить кому-то, но посмотрите, то есть, это не является сутью и сутью церкви, потому что, посмотрите, есть много других организаций в мире, которые занимаются волонтерством, занимаются помощью, обслуживанием, и они в этом специализируются, это их специальность, они лучше даже, чем в церкви, все это делают. Поэтому, если церковь основой своей деятельности ставит все вот эти программы, помощь бедным, нищим, собирает пожертвования, все это делает, и это есть их сутью, то есть решение насущных проблем человечества, то, чем больше эта церковь будет этим заниматься, тем больше будут люди уставать. Потому что это... Потому что многие церкви, есть очень много церквей, которые... центром их деятельности являются именно вот эти все программы, социальные программы различные. Но тут очень-очень важно, смотрите, это не означает, что такие вещи не нужно делать, но это, опять-таки, означает, что не это есть сутью служения церкви. Это все вспомогательное служение. Это не то, что полностью должно отбирать всю силу и всю энергию. Есть даже церкви, которые также очень сильно акцент ставят на изучении Библии. Но и само изучение Библии без сути, без Евангелия, без понимания, также приводит к тому, что... Что мы видим? Это приводит к такому, как законничеству, к постоянному такому... не действительно неживому, не настоящему тому образу жизни, которым Бог желает жить. Поэтому многие молодые люди в Корее, они покидают церковь, они не хотят ходить в церковь. Потому что это либо же постоянно какая-то волонтерская работа, либо же постоянно какое-то изучение Библии, без действительно наслаждения Богом, без наслаждения силой Божьей. Неестественная получается какая-то жизнь такая. То есть люди не живут жизнью нормальной, они полностью как бы погружаются и пропадают внутри вот этого всего. То есть они не живут своей жизнью, они себя отдают людям, помощи людям, служению людям, и тем самым упускают также благословения своей семьи. Поэтому проблемы в семьях появляются также. То есть дети уже потом не хотят ходить в церковь, не хотят верить в Бога, потому что они видят образ своих родителей, которых нету никогда дома, которые постоянно кому-то помогают, а у себя дома не уделяют времени ни своим детям, ни... И тут опять-таки тоже полностью отказаться от церкви, полностью только семья, только все. То есть это тоже опять-таки неправильно. Тут суть в том, чтобы не своими силами это все стараться делать, не по своей мудрости, а действительно жить естественной, настоящей жизнью в Евангелии, наслаждаться силой Божьей, знать суть, иметь эту истину, которая является Евангелем. Истина и суть — это не что-то, что можно делать, не делать, иметь, не иметь. Истина и суть — это то, что является действительно чем-то фундаментальным, чем-то... не чем-то поверхностным, не просто что-то... то, что приходящее и уходящее. И поэтому мы видим, что проблема из-за того, что церкви не имеют этой истины, не имеют, действительно, не наслаждаются сутью Евангелия, не знают, по сути, получается, не понимают, не знают, не вкушают вот этой вот именно сути благовести о том, что прощение есть уже в Евангелии, абсолютное прощение, независимости от моих дел, что Бог уже совершенным образом совершил это спасение, мне лишь нужно наслаждаться благовестью о Иисусе Христе. То есть они постоянно живут вот таким вот, стараются жить какие-то добрые дела совершать, заслужить какое-то спасение, или уже законнически смотреть и судить друг друга. Это из-за этого люди, молодые люди, подростки, они не хотят ходить в церковь, потому что их постоянно судят там, ограничивают во всем, осуждают. И они, это скучно им, и скучно в то же время, и они не видят смысла ни в чем. Поэтому давайте, если, то, что мы о чем сегодня говорим, в основном сегодня слове, что если мы упускаем суть, то мы упускаем все. Поэтому я благословляю, чтобы вы не упустили суть, не упустили истину. Если упустить истину, и суть, то упускается все. Но если держаться за истину, если быть внутри этой истины, то будет и сила Божья. Потому что, независимо от того, имею я силу или нет, независимо от моего уровня, будет происходить действие Божье в моей жизни. Как это происходило в жизни первоапостольской церкви, верующих церквей, которые не имели образования, которые не были богатыми, которые не были из каких-то известных, знаменитых семейных линий. Но посмотрите, какое действие Бог производил через них. Поэтому, как и спасение, независимо от моих дел или чего-то, что я делаю, это любовь Божья. Поэтому, что является сутью Евангелия, что является истиной, это Божья, первое, это Божья любовь, о чем говорит нам Писание. Поэтому, суть и истина Евангелия, это спасение. Потому что мы с вами, не потому что мы хорошие такие, и что мы так стараемся что-то делать, не потому что мы заслужили по своим делам каким-то, мы с вами являемся верующими или мы являемся детьми Божьими. Сказано, что в Евангелии 3, глава 16 стихе сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие, в Него не погибнула милая жизнь вечная». Какой мир? Мир, который покинул Бога. Мир людей, которые ушли от Бога. Мир, который пришел к погибели из-за бытия 3 главы. Но Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Чтобы любой человек, кто угодно, что бы он ни сделал, кем бы он ни был, мог по вере в Иисуса Христа восстановить восстановить себя, как образ Божий, прийти к Богу. И посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 9 стих. Что там сказано? «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Своего Сына, чтобы мы получили жизнь через Него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына в Своего умилостивление за грехи наши. То есть смотрите, до того, как мы еще поняли Бога, до того, как мы еще действительно начали любить Бога, потому что поняв, что Он любит нас и Он простил нас и Он принял нас, Он уже возлюбил нас. И Он уже отдал Сына в умилостивление за грехи наши. То есть Он уже нас возлюбил. Уже за наши грехи умер Христос и уже за все грехи. которые мы делаем, которые мы делаем, которые даже будем делать. Поэтому в этом есть суть любви Божьей. Не то, что мы возлюбили Бога, и поэтому Бог говорит, «О, ну такой хороший, вы меня любите, поэтому я вас прощу». Нет. До того, как мы знали Бога, до того, как мы вообще даже могли понять о любви Божьей, Он уже нас такими, какими мы были. «Возлюбил». Не потому, что мы сейчас хорошие такие, стараемся угождать Богу, и Бог нас любит. Нет. Бог нас возлюбил любовью, когда мы еще даже и думать не думали о Боге. Поэтому римлянам 3 глава, посмотрите, 3 глава, 23-24 стих. Что говорит 24 стих? Каким образом мы получили оправдание? Каким образом мы получили спасение? Получили оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его. Через веру мы оправдание получили. Поэтому эти места из Писания – это то, что говорит Библия. Это не наши слова, не мои слова, не человеческие слова. Это то, что Бог открыл в Писании, что спасение приходит даром по благодати, через веру в умилостивлительную жертву крови Иисуса Христа. Вот это и есть благодать. По благодати мы спасены. Через веру – это Божий дар. Безусловное спасение. Это не от моих усилий зависит. Это не от моего образа жизни зависит. Нет, это не от меня вообще. Это благодать Божья. Поэтому и послание к Иисусам, что написал Павел, что по благодати мы спасены через веру. И это не от нас. Божий дар. Не от дел, не по делам нашим, чтобы никто не хвалился, что я такой вот хороший, я такой вот праведный, я вот столько всего сделал. Поэтому Бог меня простил, и Бог мне дал спасение. Нет. Все вот эти дела веры – это уже потом приходят. Из любви к Богу, из благодарности к Богу, из желания, чтобы другие люди получили спасение. Не я, чтобы свое спасение подтвердил, или заслужил, или заработал, или показал Богу, «Бог, смотри, какой я хороший». Бог знает, какой я, хороший или нехороший. Бог знает, что мы грешники, и что мы не можем... Смотрите, своими силами без Духа Божьего мы ведь не можем быть действительно такими, какими Бог желает и видеть нас. Мы своими силами не можем любить других людей, прощать других людей. Это лишь благодать Божья и дар Божий. Дух. Клады Духа Святого в нас. Поэтому не хвалитесь, когда вы кого-то можете простить, и не думайте, что если вы такие сострадательные, то это вы такие. Такие, но это через... Это плоды Духа Святого внутри нас. Поэтому... И это не мои дела. Это не я так вот своими делами заслуживаю спасения. Это уже через благодать Божью, которая приходит внутри нас. Поэтому это не могут засчитаться, как мои дела, которые я сделал для того, чтобы Богу что-то показать и заслужить, заработать себе спасение. Нет. Совершение спасения, совершайте свое спасение в трепете, это... Не в этом суть заключается, что я еще не спасен, и мне нужно совершать. Совершенствуйте свое спасение. Совершать это не означает, что мне чего-то... Иисус Христос еще чего-то не доделал. Совершенствовать, чтобы плоды Духа Святого в вашей жизни проявлялись, чтобы не вы хвалились собой, а хвалились Богом, Христом, который внутри вас. И чтобы люди, видя вас, смотрели и видели, что вот с этим человеком пребывает Бог. Он действительно, Бог является через него. Не он такой вот, а это через него Бог является. И они хотели подражать вам, как вы подражаете Христу, и действительно прийти ко Христу. Потому что Ефесяное послание о чем говорит? Вторая глава, посмотрите, что сказано, что нас, мертвых по грехам и преступлениям, Бог богатый милостью по Своей великой любви, которой Он возлюбил нас. Он оживотворился Христом. И благодатью мы спасены. Что есть основой нашего спасения? Это милость Божья. Милосердие Божье. Поэтому вот это милосердие Божье. Потому что Его Божья любовь, Бог, Он богатый милостью. Милосердие — это бесконечное терпение. Это прощение до конца. Ожидание. Бог не наказывает нас за наши ошибки. И сейчас, даже если бы не благодать Божья, то мы уже сто раз в день должны были умирать за наши мысли, за то, что мы даже не знаем иногда, что мы согрешаем. Поэтому не обманывайтесь. Если вы думаете, что вы сейчас своими делами что-то совершаете свое спасение, не обманывайтесь. Мы в мыслях своих, даже не зная того, совершаем столько грехов, за которые даже мы не знаем это, не осознаем это, мы совершаем грехи. И мы, получается, мы же не молимся за них, не просим за них прощения. Мы, конечно, говорим, Бог, который грех я знаю или не знаю, но это же не в этом дело. Тут попросим мы за это или не попросим, Бог, Он милостив, и Он уже нас простил. Вот это и есть стандарт милосердия. И что сказано ведь? Смотрите, уже это совершено. В пятом стихе Ефесянам сказано, что нас, мертвых, по преступлениям, Он уже оживотворил со Христом, и в шестом стихе сказано, «Воскресил», уже воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть Бог у нас уже видит такими, Он уже там нас видит. Пока мы находимся на земле, это не для того, чтобы мы что-то доказали Богу. Это для того, чтобы мы могли донести другим людям эту благую весть. Для чего Он уже нас спасает? Уже наши имена на небесах записаны. Для того, чтобы в грядущих веках преизобильное богатство благодати Божьей могло быть явлено в благости к нам во Христе Иисусе. Люди не могут решить проблему греха своими собственными усилиями. Мы не можем оправдать себя, отделить себя от сатаны или от проклятий. Поэтому решение проблемы греха и проклятий это только через Иисуса Христа. Восстановление образа Божьего, нас как образа Божьего, которым Бог нас сотворил. В Питере 1 главе 27, 28 стихе сказано, что мы образ Божий. То есть вот это восстановление возможно только через Иисуса Христа. Мы не можем своими силами быть праведными. Нам нужно, чтобы мы так сотворены, что мы можем совершать благие дела, только если Дух Божий внутри нас. Только когда мы являемся образом Божиим. Поэтому Иоанна, посмотрите, 11 глава, 25 стих. Что там сказано? Иисус сказал Марфе, что «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, то оживет». И римлянам, 8 глава, 2 стих, что сказано также? Что тот, кто во Христе уже не имеет никакого осуждения во Христе Иисусе. И 32-й также стих, посмотрите, в Иоанна, 8 глава, 32 стих, там сказано, что «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Свободными от чего? Именно от того, о чем мы говорили, свободными от греха, от дьявола и от проклятий. Поэтому Христос, Он открыл нам путь встречи с Богом. Христос — это единственный способ получить жизнь и перейти от смерти в жизнь. Поэтому чем больше мы познаем Христа, чем больше мы наслаждаемся Христом, тем больше мы становимся свободными. Когда мы какой-то еще грех совершаем, почему нам необходимо прийти? Там не сказано «приходите». В Писании не сказано «приходите». Да, мы можем делиться о нашем грехе с пастором, с священником, для того, чтобы он молился за нас. Но посмотрите, что сказано в Писании, что когда мы согрешаем, то нам нужно приходить ко Христу, к Богу. И Он благ и милостив, и Он очистит нас от греха и от всего, что нас к этому греху толкает. То есть даже если мы согрешаем, мы приходим к Богу, мы говорим, исповедуем этот грех перед Богом. Для чего? Не для того, чтобы Бог нас если мы не исповедуем, Бог нас не простит. Для того, чтобы Бог помог нам дать нам, помог нам наслаждаться Евангелием, наслаждаться силой Божьей, чтобы у нас были силы, не согрешать, чтобы через из-за нас не притыкались другие люди. Поэтому нам необходимо с вами получить свободу, свободу от неверия, от состояния искушения от того, что мы связаны прошлым нашим. Поэтому нам необходимо поменять действительно наше понимание Евангелия. Не жить религиозной жизнью. В нашей религиозной жизни возможно много чего, в нашей жизни много чего произошло. Но когда я смотрю на людей в церкви, когда я смотрю на то, что происходит не через глаза Евангелия, а сужу через призму религии или закона, то тогда я действительно буду впадать в искушение, входить в конфликты, потому что я буду естественным образом не будет силы, простите, будет осуждение приходить к людям. Но если действительно мы будем наслаждаться благовестью, понимаем, что вне зависимости от моего состояния чего-то я уже прощен, я уже спасен, то что приходит? Приходит радость, наслаждение жизнью, еще больше хочется узнать Бога, еще больше хочется наслаждаться благословениями Божьими, и хочется искать что угодно Богу, найти тот путь, которым Бог желает идти, то дело, которым Бог желает заниматься, ту миссию свою на земле, чтобы через то, что я делаю, может быть, я каким-то бизнесом занимаюсь, может быть, я на работе занимаюсь, подумайте, как я могу через это помочь людям другим узнать о Боге. Может быть, у меня кофейня есть своя, может быть, если даже это кофейня, пусть на этой чашечке кофе написать место из Писания, из Библии, и человек прочитает, даже верующий, неверующий, он может прочитать и не придать это значение, но в нужное время это место из Писания Бог напомнит, когда будет время какое-то трудное для него. Посмотрите, когда мы видим опять-таки место из Писания, смотрим Ветхий Завет, о какой силе Бог нам показывает. Когда мы действительно держимся за силу Евангелия, то не своей силой, а силой Божье все происходит. Как Моисей, когда он посохом ударил по воде и воды раступились тогда. Это Моисей такой сильный был или это Божье действие было? Божье действие. Поэтому силу испытывать Божью в этом, наслаждаться силой Божьей, которая вне зависимости от моего состояния, моего возраста проявляется. И в отношении даже еще пример можно посмотреть. Авраам, например, когда Авраам выходил из земли, в которой находился, Ура Халдейского, он шел в землю ханаанскую. Мы видим, что случилось с ним, когда Бытие 12 глава, посмотреть 10 стих. Когда был голод в земле, в которой находился, то что сделал Авраам? Он сошел Авраам в Египет, потому что утирился голод в земле. Но что мы видим? Почему так случилось? Потому что он глазами физическими смотрел. Конечно, Бог ему сказал идти в землю хананскую, а он из-за того, что физическими глазами начал смотреть и рассчитывать, просчитывать все физическими глазами, он поэтому опустился в Египет, спустился вниз, и поэтому пришли те проблемы, которые не должны были бы приходить вообще в его жизнь. Но Бог все равно его не оставил. Бог все равно восстановил и все равно направил его. и он испытал... То есть, этого могло бы не случиться. Конечно, через это он понял, что все равно Бог с ним, он еще больше утвердился в вере, но если бы он не пошел туда, то он бы даже в пустыне, как мы видим, дальше Бог продавал все, что необходимое. И Исаак, дальше мы видим, где бы, в каком месте ни находился, он выкапывал колодец, и была вода. А вода — это все, что нужно в пустыне. То есть, Бог, он бы по-другому благословил бы его. Но видим, что когда упускается истина, когда Авраам, он тогда упустил направление Божье, что нужно идти в Хананскую землю, упустил истину, Евангелие, то приходят проблемы, которые могли бы не приходить. Поэтому другой пример, если мы посмотрим в отношении Даниила, давайте. Когда Даниил оказался в проблеме. Какой проблеме? Так когда он молился три раза в день в направлении Иерусалима. За то, что он молился, и он не поклонялся царю тогда, они наклеветали на него, и по закону необходимо было его бросить в рог с альвами. Смотрите, молился ли Даниил о том, что пусть Бог спаси меня, не дай мне, чтобы меня бросили в этот рог с альвами. Молился ли он о том, что Бог запретил вам там кушать, съесть меня, разорвать меня. Он об этом не молился. Почему? Потому что он уже наслаждался благословениями, которые исходят из той молитвы, которую он молился до этого. Он не переживал о том, что с ним что-то может случиться. А если даже случится, то это означает Божья воля. То есть он полностью совершенным образом доверял Богу. Он не боялся войти в кризис, не боялся войти, идти в проблему. Он как бы с верой бросал этому вызов, как и три друга, которые вошли в печь тогда. И они говорили, что мы верим, что Бог нас спасет. А даже если не спасет, мы все равно не поклонимся тебе, не поклонимся этому истукану. Почему Даниил не боялся того, что его бросят в рог с альвами? Потому что он знал, что через Бог что-то приготовил, Бог через это может показать царю, что является истиной. Когда Даниил три раза в день молился в направлении Иерусалима, почему он молился в направлении Иерусалима? Потому что он знал, что это земля, куда придет обещанный Богом Мессия, Христос. Поэтому в разуме, в сердце Даниила была уверенность. Поэтому посмотрите, Библия это не просто знание. Это Слово Божье это не просто знание, это убежденность, уверенность в Слове Божьем, уверенность в обещаниях, обетованиях Божьих. Он знал заранее, он тогда понимал, что Бог призвал израильский народ для того, чтобы сохранить вот эту благую весть. То есть знание, понимание о том, что проблема человека это не просто на физическом уровне находится, это не просто того, что не хватает образования, это не просто то, что не хватает какой-то правильной идеологии государственной. Проблема человека это то, что человек разделен с Богом и что это нужно восстановить. И это восстановится, когда придет Христос. Поэтому он знал, держался этот завет. И даже среди проблемы у него была благодарность Богу, и он знал, что Бог вместе с ним. Посмотрите Иов даже, книгу Иова, правильно посмотрите, если на это... Смотрите, 10 детей его погибли, дом разрушился, всего, вообще, абсолютно всего он лишился, что было. Хоть он был одним из самых богатых людей Востока на то время. И все тело в болезни находилось, с головы до ног, с головы до ног все в болезни высмеивали все его. Но что сказал Иов тогда, что Бог дал, Бог взял. Но это было не просто его какое-то смутное ожидание или такая вера в то, что придут еще хорошие дни. Нет, это не просто такое... Его вера в Бога еще больше утвердилась и открылась через все это, то, через что он прошел, но он еще больше осознал Евангелие на тот момент, благую весть. Он, мы видим, если читаем Иова, то он говорит, что во плоти Моими глазами я узрю Господа. Бог восстановит из праха плоть Мою. Он, мы видим через эти все места из Писания, что Бог, что он понимал Евангелие, что он понимал, что придет Христос, что будет воскресение мертвых, что придет Мессия, который восстановит его. То есть он понимал, что все то, что на земле сейчас происходит, это временное все. И богатство, и все, все, что бы ни было, это все временное. И плоть его даже, Бог новое тело ему даст. Поэтому его состояние, он не проклинал Господа, он не делал того, что даже ему жена говорила. Поэтому вот это семя, послание о семени жены, то, что мы говорим в Бытие 3 глава, 15 стих, который Бог дал, что семя жены сокрушит сатану в голову. Это то, та благовесть, которую, то обещание, что Бог обещал послать Мессию, которое Бог дал Адаму, и это Адаму, который находился в состоянии уже духовной смерти. Он ему дал обещание, что придет Иисус, который, придет Мессия, который решит эту проблему. Мессия, который придет на эту землю в теле человека без первородного греха. Он придет для того, чтобы умереть за грех, как через одного Адама. Грех вошел в мир и грехом смерть, так и через Иисуса жизнь будет дана всем человекам. Посмотрите, ведь мы же родились, мы же не делали чего-то плохого, мы же не родились и стали, и за то, что мы начали плохие дела делать, стали грешниками. Мы уже родились грешниками, потому что мы родились разделенными с Богом. И это не из-за нас, не наша вина, это потому что через Адама. Точно так же, поэтому Бог и оправдание дает нам по вере в Иисуса Христа, потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы взять все вот эти грехи, людей, умереть за эти грехи, заплатить за грех. И поэтому через веру в Иисуса Христа, как через Адама, через его неверие, все люди вошли в грех и в смерть. Так и через Иисуса Христа, через веру в Него мы входим в жизнь. И нам прощаются все наши грехи. И мы восстанавливаемся как образ Божий. Поэтому нам нужно рассматривать Библию не просто как какую-то литературу, стихи, не просто как какие-то там стихотворения или поэзию Шекспира, может быть даже. Нам нужно правильно смотреть на Библию. Что такое Библия? Христос, Он пришел на эту землю, это Бог, пришедший во плоти. Это, будучи Богом по сути своей, Он пришел, облегся в тело человеческое. И Он, как мы сегодня читали в Римлянам, в 1 главе, 4 стихе, Он пришел, Он будучи породился от семени, то есть физически по плоти, Он потомок Давида, как это и должно было быть, но Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. То есть, смотрите, Христос силой, в чем именно тут сказано, смотрите, еще раз, открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. То есть, именно воскресение из мертвых, это и было вот этой точкой победы над делами дьявола, победой над силой греха и смерти. Потому что вот суть Евангелия это и есть Христос. А суть Христа именно в том и заключается, что в том, что Он своей смертью победил грех и своим воскресением дарует жизнь. Поэтому нам необходимо с вами жить по Евангелию. не религиозно. Нет никакой другой причины ходить в церковь, кроме как Христа, чтобы знать, узнавать больше Христа, понять больше, что такое Евангелие и наслаждаться этим Евангелем. Поэтому Евангелие должно стать моим личным. Не просто знание, как знание должно оставаться, но стать действительно моим личным. потому что это то Евангелие, которое мы получили через других людей. Смотрите, 5-6 стихи, там сказано, через которого Иисуса Христа мы получили благодать и апостольство, это то, что Павел писал, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Поэтому мы с вами, Бог нас призывает, призванные Иисусом Христом. То есть мы из всех народов, те, которым открывается эта Евангелие, открывается для того, чтобы мы могли дальше это нести. То есть Христос, Он пришел на эту землю не просто ради всех людей, ради всего человечества. Это так. Но Он пришел ради каждого из нас лично. Вот этим я должен наслаждаться, что для меня, ради меня лично умер Христос. Он знает меня. Бог знает меня по имени. И поэтому тогда действительно мы можем восстановить истинную благодарность Богу. И действительно мы можем тогда признать Иисуса Христа, призвать Его своим Господом. Вот это то, что должно быть. Вот в этом и есть ценность Евангелия. В этом есть сила Евангелия. И нам поэтому нужно наслаждаться этой благодатью и наслаждаться благословением. Поэтому Ефесянам, филиппинцам, филиппийцам вторая глава. Посмотрим, давайте, вторая глава, первые и вторые стихи. Сказано, что во втором стихе благодать вам и что Павел пишет, что если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое обещание общения духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Что Павел желал, когда он это писал? Чтобы мы действительно наслаждались вот этим утешением в Иисусе Христе, отрадуя к любви Божьей, в том милосердии, которое Бог нам дал и сострадательность, чтобы все это в Иисусе Христе мы имели. Посмотрите, опять-таки это не вне Иисуса Христа. Мы в Иисусе Христе это все. Он же ведь пишет, что если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви во Христе, общение духа во Христе, милосердие во Христе, сострадательность во Христе, то дополните мою радость. Имейте одни мысли и имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. В чем единодушны и единомысленны? В Евангелии, во Христе. Не вы своими силами это все делаете. Когда вы что-то и делаете благое, это значит, вы силой Божьей это все делаете. Поэтому не надо хвалиться. Если же ошибаетесь, не будет Бог вас за это наказывать и вас лишать спасения. Потому что Он знает, Он, зная нас, Он уже умер на Кресте за нас, за наши грехи все. Просто нужно притискать, Господь, очисти мою мысль, очисти мое сердце, помоги мне не согрешать, чтобы я мог наслаждаться твоими благословениями всеми. Но даже когда вы согрешаете, не нужно думать, что Бог меня покинул теперь, что я уже вообще такой... Посмотрите, праведным Бог вас называет не потому, что вы хорошо что-то хорошее делаете. Вы праведные, потому что вы верите в Иисуса Христа. Поэтому не обманываться давать. Прославление, которое сейчас будем мы петь, это говорит о том, что в мире много истин, которые люди думают это истина, но настоящая истина только одна, только Иисус Христос. Пока мы будем также держаться, давать, из-за темы молитвы, когда мы будем прославлять, чтобы это в нашем сердце было, давайте станем теми, кто...